Добрый день, уважаемые пациенты! Меня зовут Ленкин Сергей Геннадьевич, я врач-венеролог-уролог. Сегодня мы поговорим о трихомонадном уретрите. Трихомонадный уретрит – это воспаление мочеспускательного канала или уретры у мужчин и женщин, которые вызываются влагалищной трихомонадой. Однако это не значит, что трихомонадная живет только во влагалище, она живет в уретре как у женщин, так и у мужчин. Соответственно, первые проявления данного заболевания после инкубационного периода или бессимптомного периода от заражения могут проявляться приблизительно через 5-7 дней и позже. Что делает уретрит заметным у мужчин? Какие характерные признаки уретрита при поражении трихомонадами мужчин отмечаются? Во-первых, это дискомфорт во время мочеспускания, это зуд и жжение во время мочеспускания. Это учащение мочеспускания. Соответственно, также возможно появление выделений. Как правило, у мужчин это выделения либо слизистые, либо слизистые гнойные. Могут быть покрасневшими губки уретры. Может быть также учащение мочеспусканий в ночное время. Ложные позывы на мочеиспускания. Могут быть болезненность зуд и жжение при половом акте. Также в ряде случаев могут увеличиваться, припухать, быть слегка болезненными паховой лимфатические узлы. При отсутствии лечения трихомонада, в связи с тем, что у нее наличество жгутика, достаточно быстро передвигается по моче-половому тракту у мужчин, достаточно быстро поражает такие органы у мужчин, как простату и яички. В этом случае у мужчин достаточно быстро наступает нарушение потенции, ранняя эякуляция и боли в заднем проходе, при поражении яичек, покраснение и боли в области мошонки. При трихомонаде у женщин, при поражении трихомонадой уретры у женщин, также отмечается учащение мочеиспускания, зуд и жжение при мочеиспускании, болезненность зуд и жжение в области уретры, покраснение губок уретры, как правило, наблюдаются достаточно большие выделения, особенно при присоединении поражения воспаления влагалища, когда выделения имеют пенистый характер, это сероватые обильные выделения. Также могут припухать лимфатические узлы, может поражаться матка, шейка матки, в этом случае может быть болезненность в области низа живота. При подозрении на трихомонадный уретрит назначаются венерологом и забираются следующие анализы. Во-первых, это специальным зондиком, забирается мазочек на стекло на трихомонаду и воспаление, забирается ПЦР-анализ на трихомонаду, где смотрится внутренняя структура, забирается посев на трихомонаду для определения, чем же лечить трихомонаду, и определяются противотрихомадные антитела в венозной крови, это иммунный ответ. Лечение трихомонада назначается венерологом и, как правило, он состоит из противотрихомонадных препаратов, таких, например, метранидазол, из препаратов-ферментов, например, лангидазо-химотреписин, которые помогают им проникнуть к мочеполовым органам, иммунной терапии, например, пановир-лангидазол, пановир, и, соответственно, местного лечения. У мужчин это инстилляция или промывание канала, у женщин это ванночки, тампоны и т.д. Соответственно, если у вас возник любой признак трихомонадного ретрита или обнаруженная трихомонада у вас, либо у вашего партнера, обращайтесь в наш медицинский центр платный КВД к опытным венерологам. У нас имеются все анализы на трихомонады и кровь, и мазочки, имеется безболезненная методика забора мазочков, и широкий опыт наших венерологов позволяет им назначить комплексное лечение, которое всегда приводит к излечению трихомонадного ретрита. Поэтому ждем вас в нашей клинике. Спасибо за внимание.